В эфире выпуск новостей в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! Итоги этого дня подведем прямо сейчас. Владимир Сипягин погидает пост губернатора Владимирской области. Глава региона принял решение принять мандат депутата Государственной Думы. Указ о сложении из себя полномочий губернатора Владимирской области он подпишет в ближайшее время. В этой должности Владимир Сипягин находился с 8 октября 2018 года. Сегодня он выступил с обращением к жителям региона. Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области. Оценивал, где у меня будет больше возможности обеспечить ее ресурсами для очередного рывка вперед. На федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что амбициозные планы, которые мы с вами задумали и уже начатые проекты, будет проще реализовать на более высоких позициях. Для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимо федеральное содействие и поддержка. Также в своем обращении Владимир Сипягин отметил, что приложит все силы, чтобы успешно завершилось строительство Арпенского проезда во Владимире, обходов областного центра и Киржача и возведения второго моста через Клязьму. Также в качестве депутата Государственной думы он намерен контролировать проект нового инфекционного корпуса областной детской клинической больницы, строительство спорткомплекса во Владимире и капремонт дорог в Коврове. Сипягин поблагодарил жителей Владимирской области за доверие и отметил, что под его управлением регион вышел на более высокий уровень развития. Открыты десятки новых производств, создано свыше 5000 дополнительных рабочих мест. Качественные изменения произошли во всех сферах, в том числе в социальной. В этом году доходы консолидированного бюджета области впервые приблизятся к 80 миллиардам рублей. К другим темам. За сутки у Владимирской области скончались 4 пациента с коронавирусом. Выявлено 190 новых случаев заболевания ковидом. Медики напоминают, избежать заражения и серьезных последствий болезни поможет только вакцинация. В поликлиниках региона делают прививки и от гриппа. К пожилым пациентам с хроническими заболеваниями и инвалидам медики выезжают на дом. Подробности в материале Елены Павловой. Квартира Ольги Аннушкиной сегодня первая в списке плановой вакцинации. Женщина обратилась к медикам, чтобы прививку от гриппа сделали ее 87-летней маме. По состоянию здоровья пенсионерка не может долго сидеть в очереди на прием. Я только неделю назад привелась от гриппа. Но я подумала, что надо маме тоже привезти от гриппа. Но все-таки приходит сюда кто-то знакомый, приезжает сестра, сын приходит ко мне. Ну, кругом одна инфекция. И если мама сейчас будет привита, у меня уже 100% гарантия, что, извините, болезнь ее не коснется. Врачи 5-й городской больницы областного центра начали делать прививки на дому две недели назад. На вызов они выезжают каждый день. Иммунизацию по месту жительства прошли уже свыше 400 пациентов. Если у пациента нет возможности подойти и сделать плановую вакцинацию в условиях поликлиники, то родственники могут обратиться к участковому терапевту по своему месту жительства, объяснить ситуацию, и врач их уже сориентирует, в какие сроки, когда смогут подойти и сделать вакцинацию на дому. Медики также проводят вакцинацию на предприятиях и в различных организациях. Ежегодно бригада приезжает в областной перинатальный центр. Персонал к прививкам относится серьезно. Так они защищают не только себя, но и своих пациентов. От коронавируса сделаю две прививки. Все как положено. Чем старше человек, он должен прививаться, правильно? Чтобы не заражать всех остальных. Это в первую очередь. Я только за. Я прививаюсь каждый год. Как только начинается, прививаюсь каждый год. Прививку от гриппа делать не будут, если у человека обострились хронические инфекции. Также специалисты обязательно узнают, имеет ли пациент аллергию на компоненты препарата. В течение 1-3 дней после вакцинации нельзя тереть место инъекции, но больше никаких ограничений после вакцинации от гриппа нет. Всего от гриппа вакцинировались более 3700 жителей города, приписанных к пятой поликлинике. Пройти иммунизацию люди могут во всех больницах. Также без предварительной записи прививки можно сделать в Глобусе, в гастромаркете на Студеной и в торговом центре «Восток-1». Елена Павлова и Вячеслав Сноровкин. За откаты осужден подрядчик, который строил школу в Собинке. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Сотрудники ведомства проводили расследование совместно со следкомом. Контракт на строительство школы получила столичная фирма. Стоимость проекта составила 647 миллионов рублей. Чтобы получить дополнительную прибыль, гендиректор московской компании подписал договоры субподряда с владимирскими фирмами. По версии следствия, главным условием такого сотрудничества стало получение отката 20% от суммы контрактов. В результате подрядчик незаконно получил более 10 миллионов рублей. Теперь эти деньги житель столицы должен вернуть государству. Также суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Жители деревни Паустово Вязняковского района жалуются на ситуацию в детском саду. В сентябре здесь сократили персонал, а все детей объединили в одну группу. Теперь родители опасаются, что ребята помладше останутся без присмотра, а те, кому пора готовиться к школе, не получат необходимых знаний. Ситуацию разбиралась Татьяна Гордеева. Молодежь у нас урожает, мы потом куда их поведем? Все вот эту одну группу будем совать. Может пора нам там наверху-то обратить внимание на сельскую местность, как здесь народ живет? Малыши от полутора лет и старшие дошкольники вместе на прогулках и на занятиях. С ними один воспитатель. Всего в группу записаны 26 детей. Мамы и бабушки рассказывают, проблемы уже начались. Остался заведующая, повар, воспитатель и нянечка. Заболели тут заведующие, повар, остается одна нянечка и воспитатель. Вот одна воспитатель, 26 человек. Их надо одеть, их надо занятия какие-то провести. Я вообще не понимаю, почему так. У Марии Воронина ребенок страдает серьезным заболеванием. Женщина боится за безопасность девочки. Ее нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, у детей разного возраста могут возникнуть проблемы во время игры и на прогулке. Вот недавно был такой случай, у меня ребенок берет постоянно с собой велосипед. На прогулке она его берет с собой кататься. И мне говорят, не берите его, потому что она там чуть не задавила девочку маленькую, которая младше. Она, потому что маленькая девочка лезла к моей, но более старшей по возрасту. То есть уже ничего нельзя детям лишний раз где-то что-то поиграть. Заведующая детским садом рассказала, группы объединили из-за сокращения количества детей. Но, по словам специалиста, занятия проводятся, как и раньше. Образовательный процесс, как происходил, например, при наличии четырех групп, точно так же организован при наличии одной группы. Мы пересмотрели сетку занятий, режим дня. После объединения групп работать стало сложнее, говорит воспитатель. Но с нагрузкой педагог справляется. Занимаемся по группам. Сначала с одной группой, потом с другой группой. Или там какие-то занятия, если подходят по теме, вместе занятия провожу с детьми. Просто которые по возрасту, помладше, они уходят с няней сидят. У меня очень хорошие няне, которые занимаются тоже с детьми. В районном управлении образования пояснили, ситуация в деревне Поустово типичная для района. Из-за снижения рождаемости здесь уже закрылось несколько садиков. А финансирование поступает по душевому принципу. И для того, чтобы денег хватало на зарплату сотрудникам, в группе должно быть не менее 24 человек. Я понимаю, что хочется, чтобы дети находились в разных группах, но существует объективная реальность, с которой мы никуда не денемся. Если бы мы оставили эти две группы, нам бы на зарплату не хватило более 360 тысяч рублей до конца этого года. Однако жители Поустово с такой позиции не согласны. Они просят вернуть в садик вторую группу или хотя бы добавить ещё одного воспитателя. Вы знаете, вот нормативные нормативы, а мы как дальше жить-то будем? С нормативами или всё-таки действительно будем воспитывать наших детей, будучи к чему-то? Люди боятся, что объединение групп – это первый шаг к тому, что детский сад в деревне просто закроют. И намерены обращаться во все инстанции, чтобы этого не допустить. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков. 110 миллионов рублей на безопасность детей и педагогов. Такую сумму потратила Владимирская мэрия на закупку систем охраны для школ и детских садов. Видеокамеры и тревожные кнопки установили в 143 образовательных учреждениях. Владимирские образовательные учреждения охраняют как штатные сотрудники, так и росгвардейцы. Практически все городские школы заключили договоры с частными охранными организациями. Системы безопасности обновили и в учреждениях со стажем. В них установили систему голосового оповещения, камеры видеонаблюдения с выводом на монитор охраны. Это позволяет контролировать ситуацию как в здании, так и на территории рядом со школами. Жители одного из домов по улице Диктора Левитана во Владимире жалуются на бездействие управляющей компании. По их словам, последние 10 лет в подъездах ни разу не делали ремонт. Лестничные площадки завалены мусором. Игорь Липский выяснял, когда в доме наведут порядок. Улица Диктора Левитана, дом 3В – это бывшее общежитие. Сейчас жилой дом с коммунальными квартирами. Люди говорят, последние 10 лет в их подъезде ни разу не делали даже косметического ремонта. Трубы сгнили, а подъезд зарос мусором. Жильцы говорят, всему виной нежеланные гости, которые каждый вечер приходят сюда, чтобы погреться. Вот хулиганы постоянно здесь хулиганят. Постоянно здесь есть наркоманы. Без этого нету. Каждый день. Проблемы доставляют и сами жильцы. Правда, застать виновных в коммунальном беспорядке их соседям ни разу так и не удалось. У нас с 8-го этажа или с 9-го, я не знаю точно, с каких-то этажей летят пакеты мусорные. Лень донести, здесь иногда оставляют пакеты. Бутылки пивные летят. Лестничная клетка на 8-м этаже может победить в любом антирейтинге. Окна разбиты, на подоконниках бутылки, на этаже неприятный запах. Местные жители на тему антисанитарии говорить отказались. До свидания. Не стучитесь больше. А расскажите, как вы здесь живете? Я не буду ничего рассказывать. Никакой информации здесь для вас нет. Что же происходит в коммунальных квартирах, нам помогла узнать одна из местных жительниц. Она провела по дому видеоэкскурсию. Проводка. Вот в таком пожароопасном состоянии. Потолки с грибами. Видимо, от сырости или еще от чего. Но сюрпризы дома на этом не заканчиваются. Это общая кухня. Вот в таком состоянии потолок и постоянно текущий кран. Управляющая компания – это места общественного пользования, за которыми вы должны следить. Люди неоднократно пытались достучаться до управляющей компании, чтобы в их доме сделали ремонт. Но говорят, что им отказали. А среди жильцов слишком много должников. И поэтому косметический ремонт делать не будут. Ну вот поговорили так, я ему сказала, как же так много долгов, почему вы бездействуете. Его ответ был такой. Мы подали списки жильцов в суд и будем решать эту проблему. В управляющей компании пояснили, ремонт в подъезде сделают. И долги неплательщиков на это никак не повлияют. В любом случае все равны. Те, кто неплательщики, это у нас юридический отдел работает по взысканию. Да, конечно, есть люди безнадежные, с которых нечего взять и приставы ничего не могут взять. Но тут ничего не поделать. Это просто будет долг висеть на доме. В управкомпании пообещали подъезд на диктора Левитана 3В. Уже в следующем году ждет косметический ремонт. Стеклопакеты установят не только в холле, но и на всех девяти этажах. Игорь Липский, Дмитрий Шаталов и Александр Агафонов. На автобусах и троллейбусах в областной столице появится герб Владимира. Всех перевозчиков, которые работают на муниципальных маршрутах, обяжут наносить символику на борта машин. Такое решение приняли депутаты городского совета по предложению мэрии. Администрация считает, что нововведение поможет улучшить эстетический вид городского общественного транспорта. Помимо размещения символики, его в дальнейшем планируют окрасить в единый цвет. Но конкретных решений по этому вопросу пока нет. Сейчас прорабатывается вопрос о брендировании транспорта городского, который ездит по городским маршрутам. В том числе для того, чтобы его отделить от других, чтобы это было видно, что это именно городской транспорт. В Владимире завершается первый этап благоустройства сквера «Патриот». Его открыли на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Городские урбанисты недовольны результатом благоустройства. Общественники считают, что проект требует доработки. Подробности далее. Мне кажется, например, было бы хорошим прецедентом, если бы во время обсуждения и подготовки проекта этого сквера к этому проекту привлекали бы школьников, либо студентов-архитекторов. Под ногами плитка. Она местами проседает. Вокруг большая стройка. От нее грязь и дискомфорт. Вместо уютного променада – разбитое городское пространство. Посидеть здесь негде, перекусить негде, купить мороженое негде, обертку от мороженого выбросить тоже некуда. Поэтому сюда приходят погулять, но надолго не задерживаются. Тема памяти предков – это, конечно, все хорошо. Это, безусловно, благая идея. Я это поддерживаю. Но, опять же, вопрос реализации. Артем Черней – основатель общественного движения «Владимир Будущего». В областной столице живет 15 лет. Переехал сюда из Молдавии. Ему есть с чем сравнить. На Малой Родине в Кишиневе тоже есть сквер Победы. К его благоустройству местные власти отнеслись бережно. Красивые такие же аллеи. Направление, диаметрия аллей осталось той же самой. Может быть, скамейки только поменялись. Во Владимире все иначе. В сквере даже народные тропинки нарушены. Люди вынуждены привыкать к новым широким аллеям. Общественник считает, если бы их сделали хоть немного уже, не пришлось бы вырубать зеленый сад. Молодые кедры приживаются с трудом, считает Артем. Им нужен специальный уход. Обращали внимание на то, что над кедрами нет тени. Соответственно, это жаркое лето, конечно, сильно кедрам повредило. Плюс по-хорошему, для того, чтобы кедры росли ровно, их нужно специальным образом закреплять, чтобы они все-таки сохраняли форму. Новокузнецкая, Самара, Ижевская, Нижний Новгород. В этих городах созданы небольшие, но очень уютные патриотические скверы. В каждом своя аллея героев. Недавно здесь была сделана эта аллея славы. Здесь представлены бюсты героев, сражавшихся за наш великий город. В Орле есть прогулочные дорожки с инсталляциями ключевых событий военных лет. В Воронеже места для спокойного отдыха и амфитеатр для массовых мероприятий. Во Владимире пока пустуют даже постаменты для военной техники. Жители расстроены. В новом сквере нет урн и даже скамеек. Я так понимаю, еще не доделано, да, еще будут уносить изменения в данный проект. Но, учитывая, что раньше здесь был сад яблочный, грушевый, вишня цвела, было очень красиво. Ну, наверное, нужно было спросить у местных жителей, как лучше, какие деревья оставить, что нравится, что нет. В мэрии заверили, здесь высадят еще 40 мелколистных лип и 20 краснолистных кленов, всего 161 дерево. А до конца этого года в новом сквере установят 130 фонарей, появятся лавочки, урны и даже камеры видеонаблюдения. В будущем году центром этой площади будет работающий фонтан. Все коммуникации уже подведены. Выставочный павильон, тот самый с патриотической выставкой, в которую мы представим, ну, во-первых, историю нашего города Владимира, времен Великой Отечественной войны. Привезут и военную технику. На этот счет есть договоренность с Министерством обороны. В какую сумму обошелся новый сквер, скажут только в следующем году. К завершению благоустройства все строительные работы, по заверению мэрии, проводят на средства меценатов. Наталья Забнина и Дмитрий Манапов. В регион приехали лучшие педагоги по классу фортепиано и медных духовых инструментов. Они проводят мастер-классы для воспитанников школы искусств области. Это стало возможным благодаря федеральному гранту и работе образовательного центра известного альтиста-дирижера Юрия Башмета. Первое занятие по классу духовых инструментов прошло в детской школе искусств Юриев-Польского. В учебном заведении презентовали новые музыкальные инструменты и оборудование. Их приобрели в рамках нацпроекта «Культура». Мастер-класс провел преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского. Впереди еще пять занятий, в том числе во Владимире, Вязниках, Кольчугино и поселке Ставрово Судогодского района. Все в мастер-классах примут участие более ста ребят. 115 реставраторов-добровольцев подготовит в этом году Владимирская школа волонтеров «Наследие». Это всероссийский проект для тех, кто стремится помочь сохранять памятники архитектуры. В качестве образовательной площадки был выбран научный реставрационный центр Владимира Судольского музея-заповедника. Программа школы состоит из двух частей. Основы мастерства в этом году изучают 90 добровольцев-новичков, еще 25 – опытные слушатели. Они работают по особой углубленной системе. В проекте принимают участие студенты вузов и колледжей, представители общественных организаций, а также сотрудники муниципальных и частных музеев волонтера культуры. Я волонтер, уже около четырех лет. И когда я узнала, что помимо учебы можно еще принимать участие в социальной жизни, вообще в таком обширном проекте, меня заинтересовало, тем более реставрация. Я смотрела, как реставрируют книги, памятники в интернете. А тут можно прийти и все это сама попробовать. Это очень интересно. Занятия в школе ведут опытные реставраторы и архитекторы Владимира Судулицкого музея-заповедника. Слушатели курсов работают с камнем, деревом и металлом. Основная задача – научить волонтеров очищать предметы от загрязнений, а также готовить их к консервации и восстановлению. Обучение запланировано как в научном центре музея-заповедника, так и на выездах. Школа завершит работу 20 октября. У них будет практическое занятие, они отправятся на наше князь Владимирское кладбище, где будут помогать в благоустройстве. Перечень разрешенных для волонтеров работ еще не такой большой, но вот вся эта школа и направлена на то, чтобы волонтеры смогли получить сертификаты и под руководством опытных наставников приносить реальную пользу, восстанавливая и защищая наши объекты культурного наследия. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если вы хотите стать героем нашего материала или поделиться интересной информацией, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Через несколько минут наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий Илья Архипов уже в студии. Добрый вечер, Илья. Виктор, вечер добрый. Какую тему сегодня обсуждаете с гостем? О мерах поддержки и досуге пожилых людей поговорим после рекламы. Не переключайте канал. Продолжение следует...